Глава шестнадцатая Притчи Соломона Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Придай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого бледет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев — вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя — жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных — уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибли предшествует гордость, и падению — надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его — источник жизни, а ученость глупых — глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа.